Нож находился между безымянным и средним пальцем. Более того, он сказал, что мы не были лицом к лицу только тогда, когда мы упали на землю и он удерживал мою руку с ножом. Но у потерпевшего появилось ранение в левой лопатке. При том, что мы, находясь лицом к лицу, при таком хвате ножа, надо, наверное, быть каким-то очень известным акробатом, чтобы вот так нанести удар в левую лопатку. Это говорит о том, что потерпевший все это выдумывает. Теперь о так называемых вещественных доказательствах. Основное орудие преступления, нож, следственными органами не обнаружено. Более того, следствие не только не установило принадлежность этого ножа какому-либо лицу, но даже и не пыталось это сделать. Следствие, не имея на то никаких оснований, однозначно решило, нож мой. В связи с этим вызывает недоумение тот факт, что по обнаруженным ножнам на месте происшествия следствие не провело экспертиз. Ни дактилоскопии, ни фото жировые, никаких других экспертиз не было. Тем не менее, опять же, следствие утверждает, что и этот предмет тоже принадлежит мне. В этот же ряд следует поднести и охотничье ружье потерпевшего. Несмотря на наличие на нем как крови потерпевшего, так и моих отпечатков пальцев, экспертизы по нему не назначались и к вещдокам оно не приобщено. Все это в совокупности с тем, что из вещественных доказательств странным образом исчезли мои джинсы со следами порезов. Обоснованно говорит о том, что сделано это было намеренно, дабы не разрушать версию обвинения. По всем этим фактам в суде первой инстанции нами были поднаны ходатайством. Однако они были оставлены без внимания, что говорит о явной предвзятости суда и явном обвинительном угоне ведения судебного следствия. Теперь о заказе. Вот уже 4 года, как прокуратура выделила в отдельное отдело производства материалы по поиску некоего заказчика. На протяжении 4 лет проводятся какие-то следственные действия. Однако хотелось бы сказать, что прокуратура создаёт видимость работы и ищет ветер в поле, поскольку никакого заказа и никакого заказчика не существует. Все эти выделенные материалы и проводимое следствие преследуют только одну цель. При отсутствии каких-либо иных доказательств, хоть как-то оправдать моё обвинение по статье 115. Далее. Всё вышеизву. Кроме этого. Что может ещё подтвердить действия прокуратуры по фальсификации материалов данного дела? По запросу адвоката были получены документы, из которых видно, что процессуальный руководитель бывший и прокурор, который представлял обвинение в суде первой инстанции, Кучеренко Сергей Михайлович, совершили нападение на свидетеля по этому данному делу, нанесли ему телесные повреждения, изъяли ряд предметов без санкции суда и вынуждали делать какие-либо признаки. Это заявление есть и даже есть выписка из ОРД о том, что начато расследование по этому делу. Это ещё раз подтверждает, что следствие и прокуратура в лицах Кучеренко, хоть он сейчас уволен, делала всё намеренно, чтобы сфабриковать и подтвердить какие-то выдуманные обвинения по данному делу. Всё вышеизложенное является фактами, которые при справедливом рассмотрении игнорировать невозможно. В связи с этим, уважаемый суд, прошу Первое. Всесторонне, объективно и непредвзято рассмотреть материалы производства. Второе. Приговор Балтского районного суда Ордейской области отменить. Третье. Вынести новый приговор, в котором квалифицировать мои действия по статье 124 УК Украины и назначить наказание в пределах санкций данной статьи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Однако, разом с тем, страна Буновлажная, уважающая и оперативники, порученные на точную суда, не кинул в виду выбор в степени земной инстанции. Как же ранее не доложилось, вважаемо, что у РФ, 22-го и березня 2014-го, в Балтского районного суда Ордейской области, не требуют изменения. То же самое, изменение право квалификации, именно, на частину 2 стати 15, в конце 15 части, на 2 статей 15, где все равно обвинувачено, и обвинение, и обвинение, и обвинение, и обвинение. Также, в последнем, до резолютивной части, а самому, до датой посылания, на частину 1 ст. 75, 3 ст. 72, Криминального кодекса Украины, про выражение питания, щедо самостоятельного выполнения выроку Киевского района суда Ордейской области, и предназначение контроля, имел заслуженный, да по крайней мере, для штрафа. Ще, к выроку, е посылание на самоцеление, на данный, не прислесованный, е рекомендационного кодекса, посылание, на нас, в числе 172, когда я вам покажу. И, ким то, выроку, суда, и субъективной обществленности, суда послался, отлично накидан. А вот, что и вытраты, с технобильным корисним ДФЦ. А нас не стыдно, которые нормы действуют за Кримином ГАФО, предназначают, чьи вытраты, и от них, как бы, какие-то, на то, что прошло, все, которые в Кримином ГАФО, решили, и фактически. Те, кто-то, кто-то, в Кримином ГАФО, все слова, все слова. Существую, с моим участником ГАФО, на сегодняшний день, я надеюсь, что в посылании ИКО, долго, суд принял лишение предназначения заказа в Кримином ГАФО. ИКО, что в Кримином ГАФО, это обстановление было установлено. Посылание страны запуска на скосование ВИКО, ВИКО, СУБУ, с Украиной инстанции, которую было осложено за частью 2 ст. 115, а частью 1 ст. 15, частью 2 и ст. 17, вважаю законным процессу, обеспечивает здоровье. Так, я вважаю, что и участникам процессу, и УКТУ, что люди на биле для жизни есть высшей ценностью для человека, для человека. И никто не может посоединять на жизнь человека. Почему УКТУ позволит себе посоединять на жизнь для СИНКО и сходить этот злочин. А здесь обстоятельства, которые использовали в то же время, в данном возможности Юркину выполнять склад злочин, то есть фактически на конце дали в другую сторону складу злочин. Злочин не закончен. По-друге, злочин, який был ускорен сбоку Юнкенова, то есть умыслен. И цей злочин самовскорен Юнкеновом умыслен. Тому квалификация Юнкенова создана правильным на первую статью 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 официей друг но я пока навец, який поднял внесное покадание витоведно до коминального полиции. Что случается с апелляцией прокурора, что было изменено выработано в частной руководственной должности. Другой выкидки, членочек, властью, я не думаю.